Ночь, звонок на телефон, ваш сын попал в беду, срочно нужны деньги. Схема обмана старая и всем известная, но тем не менее до сих пор рабочая. На прошлой неделе жертвой такого мошенничества стал пожилой мужчина. Сообщили о том, что его сын попал в беду, и дабы решить эту проблему, нужно 60 тысяч рублей. Что сейчас подъедет к нему таксист, и с ним необходимо передать денежные средства. Пожилой мужчина деньги передал, и только спустя некоторое время понял, что его обманули. Стражи порядка, личность таксиста уже установили. За свои услуги посредника он предположительно получил около тысячи рублей. Сейчас проводится проверка, и выясняется его причастность к этому преступлению. Административное расследование ведется и в отношении женщины-водителя, которая устроила ДТП на улице Давиденко. Водитель, 82-го года рождения, женщина, управляя автомашиной Volkswagen Golf, не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части дороги и совершила наезд на световую опору. Столп освещения такого обращения не выдержал, подломился и упал на немецкую машину. В результате происшествия женщина получила травмы грудной клетки и ноги. По предварительным данным, дама была пьяной и, вероятнее всего, в ближайшие несколько лет ей придется ходить пешком. А еще возместить расходы на ремонт световой опоры. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.